В Сургуте подошел к концу основной этап реконструкции обелиска землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Прежний мемориальный комплекс устарел не только физически, но и не вписывался в обновленную общественную территорию села, где появился новый парк. Старый памятник, он разрушался, металл гнил, камень весь полопался, то есть он был уже в непригодном состоянии. Мы его полностью демонтировали и поставили новый памятник из композитных материалов, который должен простоять очень долго. В прошлом месяце старый обелиск был полностью разобран, и сейчас в сквере уже смонтирован новый мемориал, который развернули на 90 градусов. Теперь он не загораживает сцену нового парка, место проведения самых значимых мероприятий села. Реконструкция обелиска на завершительном этапе, сам обелиск уже доделан полностью. Остались мелкие моменты, в скором уже будет почти все готово, но и в дальнейшем будем продолжать благоустраивать территорию. Мы здесь хотим поставить фонари, свет, плюс поставить лавочки, ну и продолжать по возможности благоустраивать его. Также мы развернули обелиск, так как он стоял спиной к парку, и вот решили его развернуть, чтобы парк не был отчужденным. Помогала школа, центр общественных организаций, помогала, также помогала нам Единая Россия во всех этих проектах. Работы такого масштаба стали итогом сотрудничества жителей и администрации поселения, которые подготовили несколько проектов, получивших финансирование. В восстановлении обелиска участвует областная субсидия государственной программы Самарской области, поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы, грант конкурса культурных и социальных проектов ПАО «Лукойл», а также средства неравнодушных юридических лиц. Не осталось в стороне от этого благого дела и партия «Единая Россия». В марте этого года сергиевские партийцы участвовали в конкурсе на лучший мобилизационный проект среди местных отделений. Вопрос о том, что писать, о чем писать, какой проект писать, он в принципе не стоял. Мы все знаем, что Сургут облагораживается, благоустраивается, и там начались работы по восстановлению обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, землякам нашего района. И, естественно, мы решили, что дополнительные средства никогда не будут лишними для того, чтобы в будущем благоустроить территорию этого обелиска. И написали проект совместно с проектным бюро Центра общественных организаций. Назывался он «За память временного поколения». Буквально неделю назад стало известно, что сергиевский проект выиграл. И на благоустройство территории вокруг нового обелиска будет выделена сумма в 500 тысяч рублей. То, что уже установили памятник, да, это здорово, хорошо. Очень хорошо. Средства как бы уже потрачены с других проектов, по которым он, вернее, восстанавливался. И на данный момент там необходимо изгородь, необходимы дорожки, необходимы клумбы и так далее, и тому подобное. И это, естественно, тоже затраты. Я думаю, наши средства пойдут именно на это. Уже сейчас жители села доказывают, как важна для них эта территория. Так, в сквере руками общественности уже высажены молодые деревья. А шефство над обновленным мемориалом взяли на себя ребята из сургутской школы. Это ли не пример неравнодушия к наследию предков? Хотелось обратиться ко всем жителям поселка Сургут. Присоединяйтесь. Мы всегда рады помощникам. И, наверное, красоту, доброту нужно делать своими руками в своем поселении. Вячеслав Антонов и Антон Иванов. Служба информации «Радуга-3». Присоединяйтесь. 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 Продолжение следует...